С выбором профессии выпускник Арсений Орлов определился давно. Чтобы поступить в медицинский вуз и в будущем стать хирургом, школьник начал усердно готовиться к экзаменам с 10 класса. Химия – один из самых сложных предметов, поэтому заниматься приходилось ежедневно. Труд окупился сполна. Парень заработал 100 баллов. Правда, сам Арсений сначала в это даже не поверил. Когда я увидел свои баллы, я сначала не понял, мои это баллы или это просто максимальный балл. Я чуть позже уже понял, что это по-настоящему 100 баллов. Было все знакомо, без всяких усложненных номеров. Единственная моя проблема была в том, что я не дочитывал до конца задания, и из-за этого на некоторых номерах я долго сидел. Но когда приходил уже в себя, дочитал до конца задания, у меня все получалось. Высокие баллы по химии набрали еще семь его одноклассников. Все они отмечают. Справиться с экзаменом помогла уверенность в знаниях. Я шла очень заряженной, очень настроенной, потому что я знала, что на протяжении двух лет очень хорошо работали, очень много решали, учителя подбирали большое количество интересных заданий. Поэтому была уверенность, что все должно получиться, и все надежды и мечты должны осуществиться. Может, даже больше ребят их успехом обрадовалась их наставник Алла Минакова. Она одновременно их учитель химии и классный руководитель. Ее педагогический стаж – 37 лет. К ЕГЭ школьников Алла Петровна готовит с момента его введения. Признается, секретов нет. Есть любовь к предмету, усердный труд и большое желание добиться высоких результатов. У нас три часа химии, два часа еще и элективных часа. То есть получается общей сложностью пять часов в неделю мы занимаемся химией. Ну и, естественно, дети, которые хотят добиться очень хорошего результата на экзамене, они еще много сил вкладывают и вне уроков. Мало того, что мы пять часов усердно занимались химией, они еще дома продолжали ею заниматься, они занимались на различных платформах. Теперь ребята и педагоги могут немного передохнуть. А впереди поступление и немало новых испытаний в уже взрослой жизни. Нина Ганеева, Сергей Дорохов, События дня.